МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пройдет благотворительный хоккейный матч с твоим участием в том числе. Скажи, прежде всего, что в этом событии больше? Какая составляющая более существенная? Благотворительная или такая шоу-бизнесовская? Или вы будете пытаться какой-то баланс выдержать? Мы исключительно эту идею вынашивали изначально три года назад как благотворительная. Мы долго сидели и думали, как же нам приучить общественность к благотворительности, и как же нам побольше собрать средств на благие дела. И вот такая идея пришла, кстати, Евгений Владимирович, наш губернатор, в тот момент нас тоже очень хорошо поддержал и до сих пор поддерживает. И мы вот решили, что почему бы нам не устроить шоу, интересное шоу, которое будет нравиться зрителям, которое будет приходить, отдавать деньги за покупку билетов. А эти деньги, которые они потратили на билеты, будут идти на благие цели, на благотворительность. И тем самым мы и приучим общественность поучаствовать. Волей-неволей хотят они этого или не хотят. То есть если человек пришел, купил билет на шоу, он уже волей-неволей поучаствовал в благотворительности. И эта идея очень хорошая. В этом году меня поддержал Сергей Исаев, который прям больше меня такое чувство, что в этом заинтересован и хочет создать настоящее шоу. Нас поддержала компания РМК, Алтушкин Игорь Алексеевич, который тоже внес непосильный вклад. Без него бы это, наверное, такого праздника масштабного бы не состоялось. И в принципе все идет к тому, что это будет самое у нас лучшее, наверное, шоу, которое мы когда могли бы сделать. И действительно, звезд, столько звезд, сколько приезжает послезавтра, уже в пятницу, концентрируется в одном месте. Такого, наверное, еще у нас не было. Он приезжает и... Давайте конкретные примеры. Хорошо. Ну, кроме той уже... Шипулин понятно, Куйбышев понятно. Вы в одной команде будете играть, правильно? Нет. А, в разное? В разное правительство и спортсмены. У нас своя команда Олимп, где входят известные олимпийские чемпионы, призеры, чемпионы мира, Легков Александр Лыжник, Дементьев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, Майгуров, Чепиков. Чепиков, конечно, сейчас пока играть не будет, небольшие проблемы со здоровьем, но мы его всегда держим в резерве. Очень много у нас именитых спортсменов, мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта. Хоккеисты-то будут хотя бы? Ну, бывший, может быть, один хоккеист будет. Это не очень нравится нашим соперникам, потому что все-таки любительский хоккей. Но для... Будет у нас сюрприз, который я сейчас тоже не буду озвучивать. Я думаю, зрителям он очень понравится. Ага, это как раз с хоккеем связано. Как раз с хоккеем связано, да. Плюс мы в этом году первый раз сделали это турниром, а не просто игра Олимп против правительства Свердловской области. У нас также, кроме правительства и администрации Свердловской области, будет еще играть команда Камар. Это... Что за название такое? Команда артистов. Я правильно так это шифровываю? Команда артистов. Они играют в Москве. Если я не ошибаюсь, они даже играли в ночной лиге. И очень много прославленных именитых людей, артистов, в том числе Башаров, которые тоже прилетает, Ума Турман, которые будут не только... Они же петь будут. Или они еще и с крючками тоже выйдут на лед. Мы им сейчас дали задание, чтобы они отрабатывали прием быстрого переодевания, чтобы успевали со льда бежать на сцену и сцены на лед. Ну, а если не успеют, придется им выступать на коньках. Поэтому они будут давать полноценный концерт. Он будет минут 50 в час. Плюс будут подстраиваться под них фигуристки, которые будут исполнять свои интересные танцы. То есть шоу будет невероятно красивое, невероятно зрелище. Зрелищное, кроме игр, где будут, конечно, и силовые приемы. То есть не то, что там выставочный матч, игра в поддавки. Не, не, не. Результат тоже будет иметь значение. У нас все, по-честному, победительнейший. У нас играет турнир четыре команды. Единственный минус, наверное, в том, что из-за тайминга, из-за того, что мы не можем растянуть это на пять часов, а все-таки компонуем на три, мы обидели немножко команду администрации и правительство Северной области. Они играют у нас по одному разу. В финале так и так выходит команда Камары, команда Олимп, известная. В общем, целый турнир, несколько матчей. Да, да. Но они будут такие зрелищные, они будут очень быстрые. Народ не будет уставать от этого. Мы за два года... Устать, заскучать, зритель не успеет. Не успеет. У нас будут всякие розыгрыши, мы будем выстреливать из больших пушек какие-то призы. У нас будут очень хорошие ведущие Морозов Александр и Трифонов Илья, которые один будут на льду, может быть, даже кому-нибудь там шайбочку подопнет или еще что-нибудь. Но будет интересно. И я думаю, что такой формат мероприятия, он должен быть у нас постоянно, потому что мы показываем настоящее шоу, мы привозим много людей, и у людей есть реальный шанс получить удовольствие от игры, получить удовольствие от шоу. И поучаствовать в благотворительности. Прошел бизнесовскую составляющую. Мне кажется, Антон рассказал исчерпывающе абсолютно все, что только можно. Себе какую задачу ставишь? Просто на лед выйти? Или пару шайб забросить хотя бы в город соперника? Я говорю, что я самый аутсайдер этой команды. Хоть я и капитан команды «Олимп», но моя самая главная задача – вывести команду, настроить ее по-боевому. И чтоб без травм. Какие штуки травмоопасные? Лед скользкий и твердый, как мы знаем. А там где-то покатаюсь между ребят, помахаю пару раз рукой, и я думаю, что с ней это будет достаточно. Этого вполне достаточно. Миссия уже выполнена. Теперь к благотворительной составляющей. Деньги будут собираться, насколько я понимаю, вот не вообще ради всего хорошего, против всего плохого, а для какого-то конкретного проекта. Что за проект и где? Да, конечно, у нас есть целевые программы. Мы специально обозначили себе несколько точек, куда мы будем... К сожалению, в прошлом году мы собрали очень мало, и нам не хватило даже на нормальную реконструкцию Перуральского детского дома. До этого, год назад, мы хорошую реконструкцию провели в Серовском детском доме, и от этого будет многое зависеть. Может быть, ну, смотря сегодня на продажи, я уже могу сказать, что это точно будет реконструкция в Буткинском, не детском доме, в школе-интернате, потому что у них нету нормальной спортивной площадки. И на эти деньги площадка появится. И на эти деньги площадка 100% появится, это я обещаю. То, что останется, мы посмотрим, сколько мы успеем собрать, сколько мы сможем собрать, и я думаю, что, я надеюсь, что это будет не один детский дом или школа-интернат, а это будет несколько учреждений, и все это, конечно, для детей, чтобы у них появилась возможность заниматься. Мы специально не заходим в город, потому что заявок у нас очень много, как у благотворительного фонда, и мы понимаем, что найти деньги или бюджетные, или благотворительные намного тяжелее для областных каких-то учреждений. Потому что в городе так или иначе у нас какие-то программы пересекаются. Мы строим, в прошлом году мы 10 спортивных площадок построили, спонсоров, находим благотворителей и находим. Но вот чтобы какую-то помощь серьезную оказать в области где-то за 50, за 70, за 100, за 200 километров от Екатеринбурга, это уже сложно. Поэтому мы специально выбрали места в области, чтобы более серьезно подойти к этому делу, и чтобы наша работа была не просто для галочки, не просто на бумаге, а чтобы она была реально видна. Помочь деньгами этому проекту каким образом можно? Только купив билеты, или какие-то еще варианты предусмотреть? Не знаю, может быть, есть специальный счет, куда можно какую-то сумму перевести? Это 100% есть, но на сайте нашего благотворительного фонда, фондшапулин.ру, можно это легко сделать. Но именно это мероприятие, оно создано с такой целью, чтобы с покупок билетов шло все на благотворительность. Но у нас хватает людей, слава богу, хороших, которые, заходя на наш сайт благотворительного фонда, смотрят, читают информацию, у нас все прозрачно. Мы за каждую рубль отчитываемся, я за этим очень сильно слежу. Но это вопрос репутации. Это вопрос репутации, это мое имя, конечно. И, то есть, человек заходит на сайт, смотрит программу, и под какую-то или определенную программу он может положить, деньги перевести, или просто в благотворительный фонд, а мы уже сами определимся, под какую программу нужнее. А билет сколько стоит? Я понимаю, разная стоимость, да? В зависимости от места. В зависимости от сектора будет стоить от 500 рублей до 1500. Ну, также есть возможность приобрести вип-ложи. Это уже на большую компанию, меценаты уже такие, которые хотят... Но билеты расходятся нормально, да? Насколько я понимаю. Антон доволен. Мы переживали, что билетов останется много, что будет зал полупусты, но за последние дни очень много, очень сильно увеличилась покупка, и мы боимся, что билетов может вообще уже не быть, и как получилось два года назад, что люди приходят в кассы в последний день за два часа до мероприятия, а билетов просто нет физически, поэтому... Поэтому лучше поторопиться. Поэтому лучше поторопиться, да. Как хоккей, этот благотворительный матч вписывается в подготовку не просто к сезону, а к олимпийскому сезону? Ну, я намекаю, не мешает ли каким-то образом? Может быть, чем-то другим надо лучше бы заняться? Моральное удовлетворение это лучше всего. Нет, но мы должны понимать, что кроме своей профессиональной деятельности как спортсмена, мы должны еще и думать о социальной направляющей. То есть мы занимаемся же, выиграем что-то, занимаемся спортом, не только для того, чтобы себе медали и какую-то финансовую составляющую в карман положить. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни, мы должны понимать, что даем кому-то пример тем детям, которые на нас смотрят, и это входит в мою социальную составляющую. Я открыл благотворительный фонд для этого, потому что понимаю, что у меня есть какое-то имя, я должен этим пользоваться, я должен приносить добро людям. Я был сам в такой ситуации, когда не хватало ни финансов, ни средств, чтобы купить себе хороший инвентарь. Я понимаю, как это не очень хорошо, так скажем, потому что желание есть огромное, и у тебя и у родителей пойти заниматься профессиональным видом спорта. Это благая цель замечательная, но в следующем году есть и спортивное главное. И для меня это самое главное моральное удовлетворение, когда я понимаю, что все получается. Сейчас не такое важное время, когда нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться. У нас есть как раз перерыв. 23 мая я уже уезжаю на первый подготовительный сбор. Все, вот я в субботу, воскресенье делаю черту, начинается олимпийский сезон, начинается подготовительная работа. То есть я буду уже себя от очень многих социальных проектов, встреч ограничивать и целенаправленно готовиться. От любых отвлекающих факторов, какие бы замечательными они ни были. Да, и целенаправленно готовиться уже к Олимпиаде. Самое последнее. По твоему мнению, какой компонент потребует особой шлифовки сейчас в межсезонье? Ну, я не знаю, стрельба, ходовые какие-то характеристики, да, или может быть психологическая устойчивость? На самом деле, в биатлоне, я думаю, что самое важное это психологическое, потому что за свою функциональную и стрелковую часть я не переживаю, у меня хорошие тренеры, и они приготовили мне уже вот такой план. Я даже иногда с ними... Там же все понятно и расписывается. Я иногда с ними подшучиваю, что мне даже смотреть в ту сторону страшно, потому что понимаю, какие большие нагрузки меня ожидают. И я к этому готов, самое главное. Но психологическая составляющая будет самая тяжелая, потому что для нас, для циклических видов спорта Олимпиада это самый главный старт четырехлетия. И как ты психологически подаешься к этому старту, от этого многое будет зависеть. Поэтому будем думать, нацеливаться и надеяться на то, что я к Олимпиаде сильно не переволнуюсь, буду относиться как к обычному старту и все получится. Я очень надеюсь, что все ровно таким образом и получится, а благотворительный хоккейный матч в этом только поможет. Антон Шипулин был в гостях у нас сегодня. Наш земляк, олимпийский чемпион по биатлону. До свидания и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова